вырвался из бомжатника у меня по жизни все ломается все-таки я не смог сидеть в полуподвале тем более в гизе греческая коммуналка и такое бывает частное учебное заведение переделанное в хостел великолепно хочу отварить яйца 6 человек и одна кастрюля трое мужчин и две пары теперь нас уже семеро греческая коммуналка или жизнь в полуподвале в афинах я даже не знаю какой из этих двух зол меньше и что из этих двух вещей лучше привет из афин друзья спасибо большое что смотрите меня я очень рад вниманию вашим комментариям лайком подпискам мне очень-очень приятно это действительно то что меня двигает данный момент потому что на самом деле ситуация такая живем в афинах как бы не очень да но я сейчас расскажу по порядку узнаю афины вот это один из airbnb самых-самых дешевых которые можно было найти вообще last minute я нашел себе комнату на неделю за там 25 27 евро но это на самом деле здание и здесь по-русски 1 2 3 этаж там расположено учебное заведение какие-то учебные курсы но там сделали шесть комнат airbnb и в общем на самом деле там живет я даже не знаю сколько человек с одним холодильником с одним еле работающим душем так что забронировал я это дело на семь дней заплатил 172 евро по моему но вчера я понял я не могу вчера это был мой первый день здесь и я решил все супер погуляли и хватит я короче я просто больше не могу там быть и я сделал перерыв в общем передела свой букинг я через два дня съезжаю вырвался из бомжатника но возможно именно этот странный вопрос который я задал в самом начале видео что лучше греческая коммуналка или полуподвал в афинах и привел меня сегодня в этот район или упали должен сказать что мне здесь очень очень нравится до того как я заехал в этот airbnb вчера заехал я приночевал одну ночь у знакомого в панграте потому что до этого я две ночи жил в квартире за которую я заплатил 900 евро за два месяца все-таки это была та самая квартира полуподвальная вот это полуподвальное помещение про которую я говорю прошлом видео можете посмотреть по ссылке я несколько дней провел в поисках я понял что я ничего лучше не найду потому что конец августа сегодня у нас двадцать седьмое число все за букина все бюджетное более-менее приемлемая в афинах и вообще везде в греции разошлось как горячие пирожки мне осталось подбирать только крохи именно вот эти греческие кафе повсюду на улицах небольшие парковые зоны детские площадки малоэтажная застройка это именно то что дает мне понять что я нахожусь в греции и это именно то что мне нравится в греции почему я букил искал бронировал не за долгий срок а потому что я был в россии и сайтами как airbnb например я не мог пользоваться опять же про мою поездку в россии по этой ссылке если вам интересно посмотрите там были тоже приключения однако к сожалению я прекрасно понимаю что в данный момент именно это греция мне не по карману в общем чтобы не быть голословным продолжу свою тему тему жилья в афинах ситуация на самом деле очень сложно и я это знаю по себе очень хорошо потому что это уже не первый не второй не третий раз когда приезжаю на вере не найти какое-то жилье на долгий срок я понял что сейчас это практически невозможно все что есть более менее хорошая но к сожалению выше моего бюджета и я за две недели что здесь я понял что я не способен платить такие деньги вот а та квартира куда я въехал полуподвальная в районе гизи вот пожалуйста посмотрите фотки видео из этой квартиры узнаю афины с хозяйкой квартиры полуподвальной мы договорились на два месяца я во вторник на этой неделе сегодня у нас суббота пошел и в банкомате снял 900 евро за два месяца мне было обещано один месяц за четыреста пятьдесят евро квартира я скажу так себе прямо даже ниже тройки но все счета включены включая интернет который мне просто напросто необходим чтобы делать эти видео хотя бы в общем я такой человек не знаю как мне говорят я спешу всегда сожалению есть у меня такая черта я как пионер принес эти деньги причем это сама хозяйка она с ней я больше не виделся после того как она мне показала те три квартиры и она выставляла свою пожилую аргентинскую маму которая потом она сказала 80 лет и эта бабуля пришла мне передать ключи взяла эти 900 евро с хозяйкой у меня было очень много переговоров по телефону она любила слайд голосовые сообщения длительностью как минимум полторы минуты меня это если честно бесит но это также для меня на следующий раз это красный флаг что от этого человека лучше держаться подальше а также от человека который обещает он еще ничего не дал и она обещала мне со вторника что интернет есть вот но на самом деле его не было там стоял какой-то древний модем 19 века можно сказать я даже не мог разобраться в общем и я его подключал и так и так и так я его reset делал в общем интернет не появлялся хозяйка по телефону через ватсап не обещала что она позвонит винт и все это длилось несколько дней в итоге я подумал может быть нужно заменить маме модем и она согласилась я если честно я так и не знаю она вообще в курсе было что у нее в квартире происходит или нет она послала свою мать престарелую вчера сходить в магазин и купить этот модем бабуля это пришла в три часа дня и сказала что магазин не работает он откроется только в пять вечера но вы вообще вы живете в греции вы знаете что обед обычно 2 до 5 ни один магазин не будет работать в итоге она пошла в паблик магазина такой купила модем и принесла его мне вчера где-то ну пол седьмого вечера и отдала модем в руки и сказала я пошла домой и бабуля ретировалась я подключил новый модем я просто обнаружил обнаружил что интернета нет соединение есть то есть это либо не оплата счетов либо еще чего-то я сказал и причем я до этого уже говорил хозяйки если интернета не будет он для меня очень важен и она обещала что будет интернет то если его не будет я хотел бы забрать свои деньги и съехать оттуда прошло еще несколько часов до это позавчера было прошло еще несколько часов бабуля должна была прийти с деньгами 8 часов вечера время было уже пол десятого и и не было опять же были какие-то переговоры различные я уже начал реально нервничать и злиться конечно принесла она мне эти 900 евро я забрал свой чемодан опять сел в такси и уехал знакомому на одну ночь я опять уезжаю чтобы переночевать потому что я не хотел ничего бронировать не знаю вернет она мне эти деньги или не вернет знакомый мне дал понять что one night would be ideally одна ночь была бы идеально и я на больше и не рассчитывал мне нужно было где-то буквально одну ночь перекантоваться я проспал у него одну ночь и в тот же вечер кстати как я к нему приехал я забукил как раз вот эту вот комнатушку в этом учебном заведении хозяйка этого учебного заведения превращенного хостел говорила мне что там живет два человека но вчера вечером я обнаружил кроме этих двоих человек которые представились и познакомились со мной еще пару русскоязычную кстати которые вечером вчера очень сильно шумели сегодня утром они тоже очень сильно шумели сегодня утром я обнаружил еще одного человека который спешно выезжал из комнаты с чемоданом то есть получается что там уже было 6 человек включая меня но я вчера понял что я не могу находиться в этом месте вчера вечером он сломался кондиционер первый час ночи и на меня палил дождик из кондиционера он она капает я просто искал куда мне уехать это перезидор кровати уже там что-то я себе подыскал лежу-лежу и на меня начинает капать и такое вообще думают что происходит короче не знаю не везет мне по жизни в общем оказалось что с кондиционера потек фреон или что туда заправляется вот сегодня я после того как я проспал три часа пришел мастер мастер провозился с кондиционером где-то 45 минут в это время я сидел на диванчике в холле в итоге он все собрал обратно и вроде бы кондиционер заработал но вчера мне было не очень весело ну короче все подушки мокрые и здесь вот тоже все мокрое первый час ночи до вызваны хозяйкой он сделал этот кондиционер с ней договорился что и раньше свежу то есть к сожалению я пробовал еще через два дня ну вообще вчера у меня тоже был было такое удрученное настроение я думал почему все что я делаю в этой жизни она у меня ничего не получается спрашивал себя в чем вообще моя проблема что я делаю неправильно в этой жизни ну в общем я так и не пришел ни к какому ответу единственное что я понял что все что я должен делать вообще ничего но я такой человек деятельный и мне как-то не по кайфу ничего не делать я предпринимаю что-то делаю пытаюсь по крайней мере но вот так меня все валится из рук что думаю что снова в дорогу скоро спасибо что посмотрели всем привет пока однако к сожалению я прекрасно понимаю что в данный момент именно это греция мне не по карман совсем забыл сказать что в этой комнате когда приехал вчера интернета тоже не было и я такой думал блин то что такое в чем проблема но он появился через полчаса вот такие вот дела один уехал и въехали двое теперь нас семеро как одна большая интернациональная семья вот такие вот второе и вот и вот и вот